Девчонки, всем привет! Начинаем с вами новый влог и хочу объявить сразу же победителя, кто выиграл туш. Выиграла туш Наталья, поздравляю тебя, пожалуйста, свяжись со мной либо в телеграм, либо в инстаграм, напиши ближайший пункт выдачи Wildberries Вот, и я тебе отправлю посылочку. И конкурс продолжаю, конечно же, но в этом влоге я вам не буду говорить, что я хочу разыгрывать. Хочу делать для вас сюрпризы, чтобы вы шли в пункт выдачи, не знали, что вы получите. Надеюсь, обрадуете, надеюсь, будете пользоваться. Так что условия остаются такими же. Подписаться на мой канал, поставить лайк и оставить комментарий. Комментарии не ограничены, но не повторятся. Вот, и в следующем влоге уже также объявлю победителя. Надеюсь, так намного лучше будет, если вы не будете знать, что я вам подарю. Буду вот такие вот неожиданные подарочки делать. Всех люблю. Продолжаем с вами влог. Доброе утро, мои хорошие. Начинаем с вами новый влог. И сегодня на завтрак у нас конина. Боже мой, как же я обожаю колбасу из канины. И здесь чисто мясо. И варила я ее 2 часа. Это гостиница от нашей свекрови. Если честно, я конину пробовала один раз, когда проходила практику в ресторане. И тогда я ее попробовала. И все, влюбилась. И теперь люблю больше даже, чем говядину. Но, к сожалению, ее мало где найдешь. Я вот очень прям люблю такое темное, жесткое мясо. Вместо колбасы бы я с удовольствием постоянно отваривала говядину. Но у нас поблизости ее тоже нигде не купить. Покупаем очень редко. Так что сегодня у нас вот такой вот вкусный завтрак. Напишите, какое мясо любимое у вас? Ну и сегодня я вспомнила что-то про свои кухонные полотенчики. Накопилась их. Недавно питту готовила. Потом утюгом вот испачкала своим грязным, испорченным. И сегодня хочу замочить в горячей воде с моим любимым частином. Беру я его сейчас в находке. Раньше брала в X-Price. Такой фиолетовый, специально для отбеливания вещей. Также добавляю еще отбеливатель в Uberlick. Сегодня они у меня достаточно времени так полежали. Пока с Лерочкой поиграла, пока ее спать уложила. Потом пришла и они уже белоснежные. Обычно я их не оставляю, а сразу же полощу и все, они сразу же прям отмываются. Вот только из-за этого я люблю белую одежду, белые футболки, носочки, колготки. Потому что легко можно вот так замочить, 5 минут подождать и все чистенькое. Без каких-либо рисунков. Все легко. И никаких пятен, например, от пятного водителя, отбеливателя не остается. Вот, например, недавно я купила серое полотенце на высирке. И я всегда мою раковину белизной. Я, видимо, где-то плохо смыла. И все это попало на полотенце. И оно у меня испорчено. Вот из-за этого только я люблю все белое. Также я люблю белое, конечно же, и в интерьере. Потому что за этим очень-очень легко ухаживать. Сразу видно все, протираешь и ничего не запускается. Также не видно никаких следов от пальцев. Даже если делать стены белого цвета, их всегда можно обновить. Если сделать, да, уже серого, то тяжело будет подобрать именно такой же оттенок во второй раз, если что-то подкрасить. А белое можно красить хоть каждый месяц. Так что белому цвету я просто пою оды и наслаждаюсь им. Ну все, наши полотенчики идеально беленькие, чистенькие. Просто сейчас закину машинку на 30 минут, прополощу вот эту белизну и повешу сушиться. Ну и такой частин очень выгодный брать. Он стоит рублей 50-60, в отличие от всяких пятнов водителей. Игорь у нас сейчас ездит в Находку 1. Заехал в Пятерочку, заехал в Находку, накупил продуктов. Покажу вам чай, мне купил. Также яйца десяток. Вязанку в Пятерочке взял. Сыр, это нам на пиццу. Прибочки, наверное, тоже в Пятерочке взял. Мороженое мы всегда берем в Находке. Вот такие вот по 10 рублей. Безумно вкусные. Также мороженое с СССР там стоит всего лишь 16 рублей. В Пятерочке стоит 30-50 рублей. Взял морской коктейль мне в масле, мой любимый. Рыбка Хемы, прям подсели. И каждому по упаковке берем хлебушек нарезной. Также взяли вот такие вафли повторные, тоже в Находке. Нам прям очень понравились. И Игорь подсел вот на такую черноголовку с шишками. Ну и сегодня на вечер у нас опять пицца. Кто спрашивал про тесто, как я его готовлю? Я сама не готовлю тесто. У нас рядом есть хлебозавод. И просто в обед мы туда ходим и покупаем тесто. Берем сразу килограмм. Он стоит 50 рублей. Свеженькое, сразу же поднимается. Очень-очень вкусное тесто на обычный хлебушек. И этого килограмма теста нам сразу хватает на три пиццы. Кто смотрел мои прошлые влоги, видели, как у меня не получалась пицца. Постоянно она высыхала. Я сразу же заказала форму на Казань-экспресс. У меня 28 см она. Антипригарное покрытие. Сразу же заказала ножик. И теперь я покупаю килограмм теста. Отделю где-то по 350 грамм. Раскатываю. И отправляю в форму. Если раньше я готовила по 20-30 минут, хотя это очень неправильно. Я вспомнила, как мы готовили пиццу в сушилоке. У нас была максимальная температура градусов 300, но у меня максимальная 250. Я отправляю на 250 градусов в конвекции. И пицца готовится у меня около 7-10 минут. Сразу смотрите по краешкам, как пицца начнет румяниться. Сразу же вытаскиваете. И ничего не высыхает. И все готовится. Для пиццы также я делаю майонез плюс чеснок и кетчуп. Все это поместила в мешочки. И будем уже после приготовления намазывать. И здесь не требуется добавлять сыр в самом конце. Сыр здесь не высыхает. Пицца очень сочная. Она пропекается. Тесто само хрустящее. Легко пицца отходит от формы. И ножичком все очень легко разрезать. В отличие от обычного ножа. Так что смело заходите на любой маркетплейс. Выбирайте себе форму для пиццы. Ножик. Может быть еще что-то. Можете сделать тесто сами. Можете так же, как и я, купить в пекарне. Это будет очень удобно. Одна пицца у нас очень быстро съедается. Нам выгодно брать сразу же 1 килограмм. Я в течение 30-40 минут делаю 2-3 пиццы. И мы наедаемся. Кушаем ее примерно 2 дня. А такими соусами мы мазали пиццу на работе. Очень вкусно. Прямо и в последнее время не хочется даже без этого соуса кушать. Попробуйте. Намного вкуснее становится пицца. Просто долгое время у меня пицца не получалась. И я не могла успокоиться. Хотелось уже вкусно накормить своего мужа. Потому что пицца постоянно высыхала. Тесто не получалось. Раньше, когда я просто без формы делала, она у меня не пропекалась. Но сейчас пицца в точности такая, как в любой пиццерии. Ну а мы садимся кушать. В 8 часов включаем Форд Боярд и отдыхаем. Завтра уже Игорю на работу. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Готовьте по моему рецепту. У меня сегодня была такая небольшая уборка с утра. Я сняла все чехлы, помыла стулья, стол, все ножки хорошо. Чистенько. Потому что Лера частенько грязными руками занимает. И все грязно. Здесь включила пол. Постирала вот эти вот сидушки. Брали в Леруа Мерлен. Но знаете, на которых мы постоянно сидим, они вот здесь вот такие вот все уже расползались. Именно вот одна сторона почему-то. А вот на которых не сидим, на стульях, они вот красивые, объемные. Сейчас уже почти высохли. Уже, наверное, можно привязать. Мне вообще, конечно, нравится. Без подушек сразу так светло. Но, конечно, кости мы с Игорем костлявые оба. И неприятно сидеть на голом дереве. Ну и когда утром просыпаешься, да, ляжком прям вот холодно садиться. Из-за этого такие вот сидушки спасают. Они очень мягкие. Здесь я сегодня еще стирала белое. Все-все-все перестирала. Все, что было. Вот это, кстати, хорошо отстиралось. Голубая плохо отстиралась. И здесь еще тоже с утра помыла. Я их просто под душем наливаю гей для душа, либо средства для посуды. И прям вот под душем все промываю с пеной. И на теплый пол укладу. Вообще идеально чистые. Мы довольны вот этими поставками под горячие. Это Икея. Они стоили 299 рублей за штуку. Потому что очень часто спрашивают. Они чуть дороже, по-моему, вот обычных соломенных, которые вот популярные. Но, к сожалению, я хотела те, но их не было, когда мы покупали. Сейчас они опять есть. Мне не нравится просто то, что здесь черные нитки вот эти. Но зато они намного-намного крепче. Их легко мыть хоть сколько. Сохнут уже быстро. Вот они уже высохли. Сейчас можно постелить. Ну, они такие прям тяжелые-тяжелые. Девчоночки, всем доброе утро. Я вчера так и не появилось видео. Мы уже с Леркой проснулись, спали сегодня до пол-одинства. Мы в итоге вчера легли здесь в зале, постелили. Игорь спал один. На работу сегодня собирался здесь, шуршал. И знаете, почему мы легли в зале? Потому что Леру очень тяжело ложиться вечером. Это 12 в час. Мы только ложимся на кровать. Она тянет нас в зал играть в игрушки. А здесь я сразу ложусь, и мы рядом с ней играем. Потом она просто залазит, ложится спать. А так мы сидим сонные около неё в зале. Потом мы ложимся на кровать. Она опять слезает. И просто это какой-то кошмар. Я приготовила себе по новому рецепту. Знаете, как называется? Шакшука, что ли? Мне в Инстаграме девочка скинула. Я как бы знала подобные рецепты, да? Но немножко здесь по-другому. Какая-то изюминка. Прикольный какой-то рецепт. Необычный. Я ещё так не готовила яичницу. Здесь помидоры, перчик. Всё это тушится. Потом вот яйца кладутся вместе с таким желудком сочным, чтобы хлебушком махать. Пока я, значит, готовила, Лера тут позавтракала вот так вот хорошо. Щётка тоже здесь лежит. Сейчас всё это пылесосить надо. Это она вчера крекет у меня выпросила. Игорь, кстати, дал ей свои наушники. Я ему от Xiaomi дарила наушники. Они вообще не работают. Дурацкие какие-то. Потому что она вчера с моими играла. Вот. И мы начали её как бы ругать. Он вспомнил про свои наушники. Дал ей. Они теперь вон валяются по всему дому. Ну, ей прям нравится. Вот она, игрушка. Заказывайте самые дешёвые наушники на Алиэкспрессе. И пусть дети играют. Вот в это им вообще ничего не надо. Ну, всё. Я Леру покормила. Сейчас надо есть свою шакшуку. Мыть посуду. И надо попить кофе. Потому что у меня опять разболелась голова. Время уже, прикиньте, 12 часов. Ну и, девчонки, кто заметил новую музыку у меня во влогах, я подключила опять подписку. Раньше один раз как-то подключала, потом опять перестала. И сейчас осень. Хочется какие-то уютные влоги создавать, более стараться снимать. Потому что раньше, когда я ежедневно снимала, влоги потеряли своё качество. И я решила немножко пореже выкладывать влоги. Может быть, два раза в неделю. Но как-то больше души в них вкладывать. И хочется, чтобы вы по мне немножко скучали. Ну и, конечно же, чтобы вы не расстраивались, я решила возобновить небольшие конкурсы. Просто радовать своих девчонок. Ну и к тому же скоро зима. Скоро Новый год. Это волшебное время. И, не знаю, хочется прям какие-то классные подарки вам на Новый год заказывать. Чтобы вы их забирали, радовались, вспоминали меня. Мне будет прям очень приятно. И напишите в комментариях, кто уже выигрывал подарки от меня. Смотрите ли вы меня до сих пор? Напишите в комментариях. Ну и, конечно же, я очень вам благодарна. У меня чудесная аудитория. У меня огромное количество комментариев. И мне очень приятно то, что вы каждый день, каждый вечер тратите своё время. Некоторые даже смотрят с мужьями, с детишками. Мне прям очень приятно. Спасибо вам огромное. Очень, конечно, обидно, но Ютуб не продвигает мои видео. Никак уже два года снимаю практически. Хоть бы одно видео попало в топ и набрало подписчиков новых. Но, к сожалению, это не так. И приходится своими силами закупать рекламу, как-то продвигаться. Очень-очень медленно идут подписчики. Хотя я так стараюсь и вкладываю туда всю свою душу. Кстати, я же всё задумывалась уже о Лерке на дне рождения. Потому что надо готовиться заранее. В том году я вообще начала, наверное, летом готовиться. Годинку по чуть-чуть какие-то украшения. Шары заказывала. Конечно, два года не будет таким грандиозным. Вообще не знаю, кто даже придёт. И вообще, буду ли я собирать стол, пока неизвестно. Смотря кто как будет работать. Если вообще ничего не получится, то просто дома пофоткаемся и поедем куда-нибудь в игровую поиграть просто. Потому что всё равно Лера больно не поймёт ничего. И я вместо тортика решила, знаете, что у сёстрёнки попросить. Она мне на день рождения готовила тирамису. И он был очень просто вкусный. И, знаете, есть же вот десерт. Я не знаю, как правильно называется. Сёстрёнка говорила. В стаканчиках пластмассовых. Она мне сделает тирамису. И обычно же сверху просто кофе, да, сыпется у тирамису. А я хочу вот сначала кофе. Потом сверху положить маленькие маршмеллоу. Потом на эти маршмеллоу есть такие дрожжи розовые, нежно-розовые, красивые, блестящие. Немножко их посыпать можно. Можно какие-то украшения также заказать, ставить. Ну, что-то такое. Хочется вот порцион сделать этот тирамису. И чтобы они были такие прям воздушные-воздушные, милашные. В розовом цвете буду делать. Потому что долго думала, какой цвет выбрать. Думала, может быть, какой-то в стиле эко, да, зелёное что-то. Что-то со зверятами. Сейчас много шариков со зверятами. Ну, что-то вот тянет меня на розовый. Мне прям нравится. И у меня шарик два. Двоечка осталась с моего дня рождения. Может быть, его надуем. Вообще, думаю, баллон гелия заказать. Он стоит 2000. Там у нас 45 обычных шаров. Там, ну, расписано вообще на сколько, что надувается. Напишите, кто заказывал баллон гелия. Выгодно ли это? Или лучше просто заказать, например, два фонтана и одну цифру надуть? Пока думаю. Ну, вот мне почему-то хочется гелий заказать и не париться. Не хочется возить туда-сюда, забирать. А так дома надуем и всё. Просто я вот эти вот фонтаны не умею оформлять. А фотозону, я не знаю, наверное, кулакна делать. Может быть, гирлянда здесь останется с Нового года. Гореть будет. Потому что у нас больше негде вообще фотозону делать. Вообще. Может быть, в детский. Но как бы в зале просто здесь всегда мы находимся. Ты уже всё съела, что ли? Ещё надо пюрешку. Пюрешку кушаем в тарелке. Прям вот нравится ей. Со мной кушать с ложечки. Короче, я ещё думаю. На Новый год я всё тоже думаю, как что украшать. Но надо ёлку сначала купить. У нас нет ёлки. Вот из-за этого я и решила сделать. Дочь, не тащи тарелку на диван. Поставь на место. Из-за этого я и решила. Потому что в том году я отдала 4 тысячи за Леркин торт. И он не был прям вкусным таким. Что прям вау. Потому что там был вот этот один творожный сыр. И нам прям не хотелось. А все тортики практически идут с ним. А я заказывала фисташка-малина. Вот. А сверху он, конечно же, красивый был. Но просто 2 годика уже как бы не прям вот так вот. Так как годик отмечать каждый год. Тем более сейчас, когда он не понимает. Там уже в 3-4 года у неё прям будет вау, восторг какой-то. Будут уже определённые такие мультики, которые она будет любить. А сейчас она любит все. Любит, смотрит всё. И нет такого, что ой, там Маша Медведь. О, Барбоскин или ещё что-то. Она, конечно, узнает. Но у меня не будет такого воздорга. Она ещё маленькая. И ещё я вам буду очень-очень признательна. Я вчера до 2 ночи не спала, искала, какую фотозону сделать. Пожалуйста. У кого девочка, пришлите мне в Инстаграм, либо в Телеграм свою фотозону. Как вы красиво оформляли. Лучше, конечно, что-то в розовом, потому что в золотом у нас в том году было. Вот. Прям вот, пожалуйста, пожалуйста. Потому что я даже уже вчера в отзывах на адрес уже искала. И все оформление дня рождения очень много, очень тяжело. Как, вроде, если честно. Хочется и яркое, хочется и нежное. Ещё и платье нуленькое будет заказывать. Ой, это так вообще муторно. Интересно, но потом считаешь, этот бюджет какой выходит. Ой, а на день рождения будем столик со стульчиком дарить. А на Новый год... Ты чё? А на Новый год, короче, может быть, лего подарим. Там, короче, есть домашние животные. На улице, короче, кони, собаки. Ферма. Во, ферма. Думала, может быть, такое лего подарить. Она очень любит. И, может быть, там в игрушек прям напихать. Буду там до Нового года всякие заказывать. Либо поедем в Rich Family, сразу же наберём кучу игрушек и засунем их в мешок. Потому что хочется, чтобы она этот мешок распаковала. И прям было интересно ей, чтобы она под ёлочкой нашла подарки. А на день рождения просто уже столик со стульчиком купим. Мы потому что машинку уже хотели вот такую вот покупать на Новый год. Но мы уже как бы с рук купили, она у нас уже есть. Продолжение следует...